итак солнечная система отопления главным элементом является вакуумный солнечный коллектор именно этот коллектор он рассчитан на работу под давлением здесь есть наружный бак есть внутренний бак вот здесь вот водичка переливается еще сейчас будем настраивать клапан здесь обычный наливной клапан поплавок нужно настроить опустить вниз и в этой емкости и вот в этой на емкости она тоже утеплена наружной емкости вода поддерживается вот этим вот клапаном а это вход с другой стороны выход это внутренний бак и в нем соответственно горячая вода под давлением то есть здесь как промежуточный теплоноситель вода в наружном баке выполняет функцию то есть эта вода в наружном баке она заполняет внутреннюю трубку вакуумную и там уже нагревается внутренняя стекляшка покрашена и она очень горячая соответственно просто самотеком вода там греется а здесь между двумя стенками вакуум здесь по прибытию две трубки были пробиты немножко не принципиально конечно просто нарушен вакуум но хотя бы не течет так что все нормально далее здесь у нас автоматика это вообще коробка нагревателем здесь еще система нагрева подогрева воды есть и автоматика у нас выполнена в виде обычного термостата сам термостат зона самый простой датчик от него расположен во внутренней бочке то есть он просто опущен там конечно температурка будет чуть пониже чем во внутренней но это просто решается настройкой то есть как только температура опускается ниже заданной данном случае у нас вообще 28 поставлена можно на 30 убрать как только опустится температура он не даст включить циркуляционный насос все здесь автоматы которые включают насос это уже к водоснабжению имеет отношение плюсом к этому данную систему можно переключить в летний режим и этот вакуумный коллектор будет работать на водоснабжение здесь вот эта труба она идет в систему водоснабжения и сразу же можно через нагреватель через термос термосмеситель сразу же можно подавать воду в дом то есть таким образом не нужен будет вот этот вот насос который повышает давление для того чтобы нормальный поток воды был дома зимнем режиме будет работать вот этот вот коллектор это плоский коллектор старый он без давления давлением сюда не дашь поэтому здесь насос ну и плюс можно сделать систему летом чтобы работала и эта схема и это то есть там циркуляционный который на отопление он будет циркулировать воду вот в этой бочке соответственно этот будет греть этот греть будет но тогда будет работать насос потому что будет здесь без давления система то есть здесь три режима работы можно выставить циркуляционник восьмерку поставили потому что шестерки не было но запас по мощности пусть будет разница в цене небольшая здесь расширительный бак на 12 запасом подкачка манометр все в принципе не без каких-либо особенностей все просто обратный клапан нужен для того чтобы вода не шла обратно в систему потому что как только холодную воду надо отключить отсюда будет давить потому что внизу расположен вход на этом все давление два с половиной держится причем это давление она уже упала немножко то есть воздух еще выходит люди выезжают поэтому можно подкачать до трешечки для того чтобы людям было спокойно чтобы система вся работала воздух выходил это подачи обратку уже пошла домой заходит она конечно не самым лучшим образом через стену магистраль добавилась но выхода не было потому что отсюда напрямую через вентиляционную шахту не получилось протащить не удобно не хватает угла и не удобно паять было внутри подача и обратка заходят здесь через стену там она утеплена также поворот блестяшки завернута ну и дальше разделяется здесь уже все стандарты без каких-либо излишков здесь термосмесительная головка на тройке это будет около 20 22 градусов сейчас они холодные потому что дома тепло все только 1 ноября здесь обычный экран байпас только один на одной батареи большой комнате здесь не нужны они ну и все здесь стандартная разводка пошла через стену здесь санузел без сложный момент здесь все тоже все достаточно просто как везде байпас что нужен здесь один на всякий случай с краном на случай если все радиаторы перекроется все пойдет через байпас но такого практически не будет потому что на кухне самое холодное место здесь везде в комнатах на тройке установлены здесь мы по низу прошли там уходит в спальню этот единственный который стоит на пятерке это примерно 28 градусов учитывая что теплоноситель градусов 40 50 то это будет на 28 все 30 при всех 30 он только отключится но вот этот теплый это прям вот как осенью батареи включают у нас такое тепло ну и 5 радиатор спальни прошли через стену и там все также на троечке термосмеситель термостатический клапан точнее управляется система обычным термостатом который я использую часто здесь установлена нужная температура здесь указывается температура текущая так как вот по этому датчику неудобно смотреть он перегревается за счет нагрева самого термостата когда релюшка включается нагреется ну и он чуть больше показывает то есть там даже если это все скорректировать он все равно будет плавать там показания поэтому я все-таки взял наружный и выведем вывел его сюда это означает что сейчас включен нижний вот это вот значок означает что система работает датчик который термостат наверху он отсекает систему то есть отключают циркуляционный насос если вода там уже остыла чтобы не выхолаживать сам дом но и все здесь больше автоматиз из автоматики здесь больше ничего не нужно 10 ну так как это самое холодное место в кухне поставили здесь